Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые зрители, болельщики, друзья! Межрегиональная Лига Олимп и фестиваль команд КВН вузов города Москвы представляет третью четвертьфинальную игру сезона 2001 года, сезон, который мы назвали «Сезон цифр». Ну и поскольку в этом сезоне, в этом году у нас седьмая игра по счету, тему этой игры мы решили взять в цифру семь. Итак, я представляю команды, которые играют сегодня на этой сцене для вас. Команда Московского государственного университета пищевой промышленности, ГУПП. Команда Московского государственного университета сервиса, ГУСИ. Команда Московского государственного университета имени Горячкина, Горячки и Головы. Команда Академии труда и социальных отношений, АТИССО. Команда Государственного университета управления, Йоперный театр. Просто Йоперный театр. Команда Московского государственного университета Студгородов. Итак, шесть команд на сцене перед вами, только две из которых получат право играть в полуфиналах. У команды, занявшей третье место, остается шанс пройти дополнительную третьфинальную игру. Но это уже будут решать оценки, которые мы будем сравнивать по результатам четырех четвертьфинальных игр. Ну и, естественно, мнение жюри. И как показывает практика, даже в высшей лиге мнение жюри может быть очень неординарным. Ну и, естественно, сейчас я представлю жюри, которое оценивает сегодня команды. Ведущий корреспондент газеты «Московский комсомолец» Марина Великанова. Автор и актер легендарной команды КВН «Плеханов и компания» Александр Стижинский. Актер команды сборной команды «МАМИ» Устинов Дмитрий. Заместитель директора Межрегиональной Лиги «Алим» Парман Аганесян. Спасибо. Итак, команды могут идти готовиться. Итак, первый конкурс, естественно, это приветствие. И тема приветствия «Семеро одного не ждут». Первой на сцене команда МГУ «Студгородок». Мало кто знает, что Михаил Грызлов за свою творческую карьеру сменил не один десяток столов. Наша команда с огромным трудом достала самый первый стол, на котором начинал тогда еще совсем юный Мишутка. Шутка. Обычный стол. В Киеве «Студгородок» В Киеве «Студгородок» Сидит в ведущей и кричит Некому, и от всего важней И он, по-видимому, прав Надо же выдумать Такое многое другое В ведущей стол на сцене Через летят жури Мы начинаем танки Раз, два, три Стол! Сегодня наша команда решила сделать осмысленное выступление Смысл нашего выступления Будет в том, чтобы расцвел вот этот стол Вот просто взял и расцвел А для этого мы будем шутить Допустим, вы пришли в бар Бавария 60 рублей Холестер 70 рублей Рожь, ой, 95 рублей У нас не возникает вопросов, какое пиво пить У нас возникает вопрос А кто идет за Клинским? А чемпионат мира 2001 По тараканьим бегам Пройдет без участия нашей сборной По футболу Гручно Гручно Очень Гручно Итак А сейчас Я думаю Его не за дело Будет стишок Итак А Приз За лучший мужской вокал Недавно получил Николай Басков А за лучший женский вокал Кристина Арбакрайтер Че? Кристина Арбакрайтер? Да она целый год не пела Вот Вот за это ей дали А моя сина когда об этом узнала Заболела ящером Вот корова Добрее надо быть Добрее, ребят А то он так вообще не расцветет Смотрите Рядом с нашей деревней Находится атомная станция Люди там добрые Они Дают нам тепло, свет, электричество А мы им взамен приносим Продукты с наших огородов Но они почему-то не берут их Добрые Бескорыстные люди Нет, его все-таки не цепляет, а? Ну ничего У нас запас есть Стих Жена попросила меня в магазине Купи караоке Я петь буду, милый Куплю-ка жене я лучше Кракире Дешевле Зато еще Тише в квартире Может быть Этот стол Вскрывает какую-то страшную тайну Давайте пороемся в прошлом Нашей хронике Я был алкоголем Однажды вечером Я сидел дома Передо мной встала бутылка водки Мне не с кем было ее распить Я решил эту проблему для себя Я позвонил доктору-майору Ну что это за дупр Ты, док Специально для таких, как ты В милиции появились новые дубинки От жилет МАК-3 Мы делаем одно движение А они делают целых три А также появились новые кирзовые сапоги Пойми меня Не, ребят Тут такой номер не проходит Он просто по-русски не понимает Давайте с ним по-английски поговорим Что-ли Английский язык Лесон 1 Listen and repeat This is a pencil Это карандаш This is a black pencil Это черный карандаш Афро-американский Smack my bitch up Smack my bitch up Я готов целовать песок Lesson 2 Идиоты Разеологизма английского языка Everybody because this is a robbery A robbery A robbery And I execute any motherfucking A mother What? A mama Mama Who do you think you are a piece of gay Go home, young kid Wow Become man Еще можно использовать Синонимы слова Rubbery Everybody because this is a strawberry This is a cranberry This is a blueberry Повторяем A strawberry A cranberry A blueberry Glucy guy You Your pronunciation Is terrible My pronunciation Feel fucked finished No Your fuck My Your Oh, шейси Шейси А мы благодарим Спонсора нашей команды Инкассаторскую машину За номером А-230 Су-99 Рус Также сесть в магазин Это хорошо Ребята Я понял Этот стол И не мог Расцвести Потому что У нас с командой Не было Дружбы Что? Сашелцы посадить? Прости, не могу Опавшие листья Обратно к деревьям приклеивать Времени нет Дерево сломалось Отличить Извини, старик Некогда Субтитры создавал DimaTorzok 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 После седьмой Мы начинаем отнимать Одну десятую балла За каждые 30 секунд лишних Итак, на сцене приветствие Семеро одного не ждут Команда МГУПП Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А колобок убежал в райский сад О, а что это за кнопочки? И стали колобки расселяться по всей земле Мы рождены не так, как в их постели А круче всех на кухонном столе И ельки взьяно были в бедном теле Где вместо сердца ряское желе Вы все вами будете сыты Вы камня и пламени смесь Сердые уши ваши раскрыты И вот поэтому мы здесь А вы что? Мы охотники закладали И ельки Ну вот, опять упустили Где нам их теперь искать? А давайте их здесь подождем Правильно? Ведь теперь в России, как и в США Стали печатать пакеты подозреваемых Портреты подозреваемых на молочных пакетах Задержано уже сорок милых мил Тридцать бабушек из домика в деревне Пять бимбельданов И один анкл Бенс О, свежие новости Открыт новый вид фобии Мистер Джонсон панически боится еды Он утверждает, что еда постоянно преследует его Дело в том, что мистер Джонсон людоед Кстати, а мне посоветовали новый способ похудеть Увидеть, как все это готовится В таком случае вы не знаете, почему все повара такие толстые Профессионалы работают вслепую Да И вообще, съедобная еда, она самая полезная Ага, радиоактивная, самая непредсказуемая А вот в России теперь разрешили многожетство Теперь каждый мужчина может взять замуж Три женщины ростом от 160 сантиметров Двух от 160 до 180 И одну от 180 до двух метров А выше двух метров женщин не бывает У нас вызов Колобки прорвались, спорт Ты идешь? А, сейчас? А, ладно, семеро одного не жду Здорово, Круглый Здорово А ты что такой желтый? Заболел, что ли? Я не заболел, я теннисный мячик Вот так появилась королель Чупа-Чупс А вчера папа очень устал И поужинал из миски нашей собаки Собака обиделась и поела из миски нашей кошки Кошка обиделась и поела из миски нашей мышки А мышка обиделась и поела из миски нашего даракана А даракан разозлился и набил папе морду Да, а мой сосед Все время портит мне завтрак Он берет свою еду И уж очень она кричит, когда ее едят Да ладно У нас вызов, колобки прорвались в балет А вы знаете, а я вот решил меньше есть И сократил время приема пищи Правда, скорость заметно увеличилась Нет, ну вот и посмотрите на него У него на уме одна еда А может тебя работать? Да, и вообще, почему Бог создал каких-то колобков? Мог бы создать что-нибудь поинтереснее Например, компьютеры Нет, тогда бы нам еще пришлось и прививки А двигаться бы делать Пусть будут колобки, они хоть съедобные Нас задание ловить, ловить, ловить Изонировать всех колобков Мы с Товша никогда не ждали Что ж поделать приказ знаком Не дадим себя трогать руками И вообще к нам не подходи Мы охотники за голосами Уходи с нашего пути Мы охотники за голосами Уходи с нашего пути Говорят, за последние годы Этих твоих пропал и след Нас величинские уроды Никогда не исчезнут Нет, нет, нет идеи мы в эти байки И шагаем вперед и вперед Держим кровь, даем мы оружие Широкоф, уродим уфро Да, держим кровь, даем мы оружие Широкоф, уродим уфро Спасибо Готовится следующая команда Регламент сегодняшней игры Итак, приветствие, разминка, стем и музыкальное задание Приветствия, семерам, нам не ждут Команда Гуси Наш звукорежиссер не знает, что семеро одного не ждут Антон, да поставьте фанеру, наконец Субтитры сделал DimaTorzok Пейте игры, и ваша подтанцовка светится Итак, я веду свой сенсационный эпатаж Сестра опять болтает по телефону А папа смотрит по телевизору эротику Там заделались настоящие профессионалы Мама, бабушка и Галина Бланка Образованнее надо быть Вот как Ломоносов, например Вот человек прошел через всю Россию желанием учиться Сквозь беды и лишения Дойдя до Москвы, он поклонился школе и сказал Пу ты, опять сменку забыл Так это когда было Пол России неграмотные ходили Зато юмор был какой Из смертной Руси шутку называли Варвара краса Длинная коса Ну красота-то раньше от природы была А сейчас чего наши женщины с собой только не делают Сенсация! Вы худеете во сне Да, да, именно спите и худеете Сегодня это стало реальностью С новым супер сжигателем жира От московской фабрики электронагревательных приборов Не любит! Не мешайте! Мужики, слышали? По команде Путина рыжий ап Чубай встает с табуретки и выключает свет на кухне Ребят, ребят, у меня в последнее время проблемы с памятью Вот тебя, где ты видел? Ну это ж я, Денис О, точно Подожди, а ты кто? А это Сережа А он? А это Рамин Мы одна команда КВН Мы играем вместе А он кто? Денис! А, а я кто? Задолбал! Задолбал! Задолбал я! Здравия желаю, товарищи призывники Что? Веселимся? А кто? Под весенний призыв попал, а? Я, товарищ начальник Забирай меня скорей А мой взрослой И целуй меня везде Мы все на сне А я в налоговой служу Недавно в Москве была конфискована огромная партия контрабандной водки Полтора месяца заняла ее ликвидация у работников Рубова и их семей Да, семья это святое О, Ольга идет! Клевая! Ольга, а что ты такая клевая-то? А мне мама с детства волосы цветочки заплетает Красиво! Вот только горшочек мешает Денис, я тебя вчера видел с какой-то блондинкой Ай, это был Дед Мороз! Ну вы че, ребят? Однажды Александру Васильевичу Маслякову приснился кошмарный сон Добрый вечер, дорогие телезрители и любители КВНа А мы начинаем программу Анслок! Анслок! А-а-а! Мы такие, как я летаю, что не очень да и найдешь Мы с сосаниками дамы ждали, не сыграя на смех и дождь Ни себя, ни его, ни меня Мы ведь любим совсем скоро А этот город, наверное, с ума сойдет она И, возможно, не будем встать Потому что в сотый раз Попросим она уйти во вслед Мы отбегли вне Идит нас легче в семье и калма Без страха и без сомнений Пока укроется вся земля Своей контактой тенью Иди навстречу зиме и калма Не замечая мима Пока укроется вся земля До шедшей медали Спасибо Следующие на сцене приветствия Семера, мы его не ждут Команда МГАУ «Горячие горды» С дурным взглядом Парни, гляди, какая девчонка О, ты что? Мы не старые Да вот, кипели у кита, а Девушка, а девушка Не подскажите, который сейчас час? По солнцу пора определять Старые Вот Ребята, что случилось? Почему мы стали собаками? Кажется, я поняла Это та бабка нас превратила Ребята, глядите Это же та девчонка, за которой мы бежали Ваня Ванечка Вставай Уже утро О, бабулька Бабушка, знаешь, я сегодня во сне Ой Фу, ты знаешь, как я вам сегодня во сне дурацкий сон приснился? Я же говорила Твой расишка уже две недели как забразила Фу Ванька Ванька, вставай Вставай Ты думал, добыл? Нет, нет, нет Все, парни, это дело надо обмыть Точно Аюль это нету Нет, как говорят, семеро одного не ждут, ребята Да нет, мужики, дело в том, что у нас шестеро Да нет, пацаны, у нас семеро Ребята, давайте выпьем по-гусарски Нет, давайте выпьем по-жендерменски Да, давайте лучше выпьем на-гудушах Нет, пацаны, давайте выпьем по-бандитски Нет, давайте лучше по-офицерски Водичку, Михаил, это правильно Я тоже за здоровый образ жизни Да Я тоже Присоединяюсь Меня зовут Эй, ты, иди сюда А что, сказать Ага, вот он какой Ну-ка, скажи мне, Андрей, смог бы ли ты пожить на этой сцене без грамма спиртного? Я? Ты? На этой сцене? На этой сцене Без грамма спиртного, без грамма спиртного Да нефиг делать Вот он же Нефиг тебе делать на этой сцене Нефиг Слушай, Валерий А вот у меня такое ощущение, что моя жена мне изменяет Не говори, женёк Она меня вчера во сне Колей назвала Да ладно, ребята, вы знаете Вот как-то сплю я, представляете И снится мне сон Будто бегу я по бескрайнему маковому полю Потом остановился Огляделся И думаю Ё-моё, это же я баксов на 500 в этом Да о чём вы А вообще всё возвращается на круги своя Да о чём вы А вообще всё возвращается на круги своя Россия снова объединяется за Белоруссией Музыка гимна возрождается Что, не помнят уже ноги, да? Ну что, да Ребята, я вчера нашёл видеозапись из коллекции семьи Путиных Вовочке 10 лет Давай посмотрим Мама, мама Мы с ребятами сейчас в футбол играли Мне такой Серёга паздаёт Я ему обратно Там Витька стоит такой Ловит такой А я штаб Короче, Вова Мам, ну короче, бегу я Спас у меня обратно Я подкал Удар, штанга Мимо, понимаешь, мам Я бил Короче, Вова Короче, мама Бегу я Пап, удар Штанга Витька падает Гол Короче Краток Поиграли? Хорошо Спасибо А сейчас новая фишка Японцы будто посходили с ума Их премьер-министр посетил Курильские острова Ну и наши символично подарили ему гост Так сказать, родной земли Ну и японцы тут же смекнули Что через 60 миллионов визитов Проблема Курильских островов решится само собой Ребята, а вы знаете, что первое место на кинофестивале в Каннах В премии за самый интригующий сюжет Занял фильм под названием Убийство на Казанском вокзале Совершённое двумя милиционерами На площади Крана Это шутка Ха-ха Но я не жалуюсь Вы знаете, парни А я всё-таки чувствую гордость за свою страну Потому что Путин наш президент Данила Бондров Наш брат Плесецкая наша легенда Жириновский наш клоун А мой и Калевинский наша баба Валера Я тебя уже заждалась Ребят, простите Я забыл вам сказать очень серьёзную вещь Я ухожу из КВН Потому что я скоро женюсь А как известно, что семейная жизнь и КВН Это две несовместимые вещи Ну вы меня простите, ребята Конечно, Валер Мы уважаем твой выбор Уходи Но, Валер По традиции Ты должен поцеловать флаг Хорошо, ребята Ну ладно, ребята Счастливо Давай Давай, Валер Не, ребят Я, пожалуй, останусь Среди дождя Не ищем пустоты Бегаем мы Отсочняй ты Не ждали одного Но как-то не смогли И мы сегодня все пришли Все пришли Мы пришли Что будет Ведь сегодня Мы пришли И не уйдём Биткоя Мы пришли Как будто По заказу Мы пришли И вас любили сразу И вас любили сразу Спасибо Огромное спасибо На сцене приветствия Всеми равного не ждут Команда Я отец сон Поехали Раздвигайся в великолисы Будет с вами мы играть Сразу скажем Пару шуток Начинать играть Парусь Раз, два, три Подождите Семь родного не ждут Подождите Саша У меня к тебе вопросик Небольшой Почему моя мама Каждое утро пьёт кофе Понимаете Антон Юрьевич Просто кофе Бабик Вашу маму Кирюша У меня ещё один вопросик Почему Тёма Меня всегда с собой В машину берёт Понимаешь Антончик Тут всё очень просто В машине Никогда не помешает Лишний тормоз Ребят Я между прочим Почётный донор Реал Транскает Какой ты донор Ты вчера добился И вместо расчёски Принты причесался Историческая справка Из истории пересадки Волос Где-то Где-то Пустыня Три тысячи лет Назад Это Страус А это Орёл Папашка Мужики 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 Ну чё Аси устроят Я уже в кино Сходят Кстати Что там идёт Тёма Ты не слышал Но ты много пропустил Новый Фильм ужаса Про КВНовское жюри Гони Бал Парни У меня ещё один вопрос Почему инструктор по вождению Никогда не пристёгивается Чудак Ему же надо вовремя успеть выпрыгнуть Допустим Допустим Вы решили покататься На своём мерседесе И как водится На светофурия В вас въезжает Сапорожец Ну и вы выходите Разобраться Какой полу хочешь Что же мне разборки Вот меня дед учил Выходишь Расправляешь плечи Вытягиваешь шею И так Бодро И смело Мелкими перебежками От машины Ребята Вы времени Подскажете Да и минуты До конца приветствия Кстати Про часы Такую историю слыхал Петер Значит Борис Абромич Березовский Купил себе часы Ролекс За один миллион долларов Миллион долларов И выбросил их В окно Ну как он это объяснил Он просто хотел посмотреть Как быстро летит время Кирюк Знаешь Недавно сходил на охоту Ну что Смотрю На горе олень стоит А ты Ну я так Ну и что Ну смотрю Олень падает За ним нарды Там чухча Сейчас Сейчас наша команда Покажет вам миниатюрку Водопровод Ребята Телевизор сломался Что в мире происходит Вот недавно Папа Ашбродил Был на допросе Всем 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 и каждому Скажу И я Я Я секреты Не держу И я Я Я не шкаф И музей Хранить секреты О труде А после Кум А потом И я Лот Номер 2001 Пал 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 Чбор Начальница На 1 Миллион Доллара Кто больше Кто больше Девушка Два Миллиона Доллара Кто больше Девушка Три Миллиона Доллара Три Миллиона Доллара Одна Два Дри миллион долларов три продано. Россия, щедрая душа! Ребят, а вы слышали? Учу тебя развалит МТВ. Ну и кок с ним. Ладно, 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 пошутили, хватит. Там девчонки к финалочке готовятся, пойдем посмотрим. А ты шарики взял? А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика. И там ему подарили два прекрасных шарика. И шарики. Пошли! Хорошими делами. Пославиться нельзя. Миша, я вас пошарю немножко. Конкурс. Вы знаете, эта команда такие сволочи. Они мне даже костюм не дают. Но они даже для жюри конкурс не придумали. А мы с моим ассистентом придумали конкурс. Ассистент, раздавайте жюри все, что нужно для конкурса. Значит так, кто попадет в Мишку? В дедумье. Вот что, на сцене? Теперь этим оттуда. Стоять! Ребята, вот это же не наш метод. Давайте жить дружно. Ну, самочка, ты что, кусаешься? Грингород, зубы на твоих ногах. Миша, извини, пожалуйста, мы не знали, что он выйдет. Но, в общем, ты понимаешь, почему семеро одного никогда не ждут? Миша, извини, что он не знал. Мы пришли и с вами остались. Эй! Да-да-да! Шутим так, чтобы все смеялись. Эй! Да-да-да! Мы сдаем веселую песню. Эй! Да-да-да! Мы пришли, а вы не ништали. Наши шутки нарушат покой. Все проблемы в моих забываниях. Даже жизнь бывает смешной. А глянись, КВН на планете обошел все народы кругом. И мы идем всем вместе. Вместе тебя за мной зовем. У-у-у! Эй! Да-да-да! Все пришли и с вами остались. Эй! Да-да! Шутим так, чтобы все смеялись. Эй! Спасибо. И, наконец, последнее приветствие, последняя команда Йокерный театр. Йокерный театр! Йокерный театр! Йокерный театр! Йокерный театр! О, 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 о! О, 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 о. Что? Что? Что-то не то Что с золом не брется? Ну там находимся-то вообще Да, ну да, там вроде да Волгоградский проспект? Да, да Дом 46, дробь 15? Да 46, дробь 15 Ты Козылка? Да, Москва че Планета Марс? Конечно Марс, че? Не знаю, давай сейчас Нашу самую болтовую шутку скажу Посмотрим Плёх Плёх Ну как тебе еще сказать? Ну как? Да я черепашки не скажу Шетро ты, дурак, ногу поставь Ну вот Блин, редактор пёрся Это который с зеленым и щипальцами? Нет, это с зеленым и щипальцами Это ведущий редактор с шевеляющимся носом Мужики! Вы чего? Это не Марс, это земля Мак, это земляне, Марс Матом не ругайся Что делать будем? Ну что, раз наш шуток нет, давайте поговорим о чем-нибудь насущном, я не знаю Да, вот, например, все боятся ящера А вы когда-нибудь слышали высказывание противоположной стороны? Здорово Микрофончик Можете подключить? Да, вот Здравствуйте Я ящура Вот вы думаете, мы ящуры плохие, да? Вы думаете, мы ящуры злопукастые негативные? Не лапы А нам ящуру тоже, как и вам людям, жрать охота? Ну не расстраивайся, ну как говорится, если тебя съели, то у тебя есть все равно два выхода Да, ребят, подождите Ну да, два, два, раз, два А, нет, два, правильно Она говорит, все равно весна, понимаете? Девушки сняли свои шутки, ватели ебочки, друзей сгортают Коллеги, а я помню свою первую любовь Я с ней стремился на Манежной площади, встретил вас с цветами, потом мы с ней гуляли по всей Москве и пили пиво Миллер, да, потом я ее пригласил в театр, на такой спектакль Сатириком Сатириком, да А вечером мы с ней поедали в гостиницу, пили пиво, водочка, вино, шампанское Домбериньон Да, домбериньон Ой, ребята, а потом все было так волшебно Так волшебно Мужики, вот у меня, у меня, у меня было все точно так же Так же волшебно? Нет Так же по пьяне Димка, ты что ли? Машка Димка Машка Машенька Рекламная пауза Рекламная пауза Димка, я тебе тут столько-то сказать Димочка, я тебе даже... Ну вот, допустим, вы взяли бабу и, как водится, повели ее в спальню Все идет своим чередом, но тут, в соседней из комнаты, наши забили голу Вы побежали смотреть, а баба в обломе Отсюда мораль Такой футбол нам не нужен Ребята, 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 7 раз сказал, ребята А вот посмотрите, у всех команд высшей лиги У всех команд высшей лиги есть какие-то сокращения Ну, пойдем, Харьковский авиационный институт Харьковский авиационный институт Харьковский авиационный институт Харьковский авиационный институт Ну, давайте у нас тоже будет чего-нибудь Ну, вот, ну как, ёперный театр Харьковский авиационный институт Не надо Забыли, спасали, спасали ситуацию Итак, деревня Нижняя Чубыровка В нашей семье 15 человек Мы давно уже не пользуемся с одной бастой Вы забыли даже, как она выглядит У нас ее сперли А на день рождения к Иванушкам интернешнл Пришли Борис Моисеевич Сергей Пенкин Шура Ну и чё? Чего ты хотел сказать вообще? Ну и чё, а? Повеселились! 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 И чё? Вот он к нам пришел Маленький такой Сосиска наша Туста-задая Пришла Лапочка Маленький говорящий Хусьвочек Местя пришел Да У тебя Грушка церк Юмореску сказал Малыш наш Молодец Что ты хочешь? Ребят, знаете, я там За кулисами сижу, мне ничего же не видать А мне билет в зал бы Мне не достался билет Вот видите? Все сидят Все купили билет Все смотрят, всем очень интересно И только одному Маленькому Забитому мальчонкику Не хватило билета Пошел он, щенок На, Миша Возьми билет На балкон Финальная песня Мы не ложь тоже петь умеем Ха-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Спасибо Ну и приступаем к первому трогательному моменту в нашей игре Это оценки за приветствие Так, жюри у нас готово Четверка? Я еще не скалкаю команду Всем? Так, давайте попробуем Первая выступала МГУ Максимум 5 баллов МГУ Все четверки Следующая команда МГУ ПП, пищевой Все тройки Команда третья была команда МГУ Си 4-5-4-3 Команда МГАУ горячие головы Все четверки Команда Атисо 4-4-3-3 И команда Ёперный театр 5-4-5-5 Так, оценки подсчитываются Ну а пока я приглашаю команды для следующего конкурса Пожалуйста ailор� 25-5-6-5-8 Вкула vo queue Вкула Вида в Команда али 6-5-6-5-6-5-5-7-6-6-8-6-5-7-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-6-8-7-7-6-7-6-7-6-6-7-7-7-7-8-7-8-7-7-6-7-6-8-7-6 Так, оценки за приветствия, пожалуйста С учетом штрафного времени оценки за приветствия такие МГУПП 3 балла ровно АТИСО 3,4 балла МГУУ 3,8 МГУСИ и МГАУ 4 балла ровно ВОПЕРНЫЙ ТЕАТР 4,55 Так, разминка, ну и собственно говоря называется она у нас 7 раз отмерь И сейчас традиционно уже для четвертьфинальных игр мы решили сделать по одному вопросу от каждой команды Чтобы сделать разминку некой такой зажигательной все-таки, смешной, я надеюсь Ну и соответственно каждая команда отвечает по желанию Итак, приступаем, давайте ребята, подготовьтесь, должно быть смешно Лучшие вопросы, лучшие ответы Первый Йоперный Театр, пожалуйста А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И моя выхухоль уже не так брутально марширует по нашим мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное В утесах девушки красавицы замуж не хотят Ого, стернет новая Несколько иррациональный вопросик А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И эти забавные выхухоль уже не так брутально маршируют своими ложноножками по мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное в утесах Девушки красавицы замуж не хотят Ого, стернет новая Но понимаете, с точки зрения банальной рудисты и сечения парадоксальных эмоций Не каждый локальный индивидуум, не находящийся в состоянии легкого алкогольного обвинения В состоянии отценить всю важность к этому вопросу Это команда Атисо, да? Так, пищевой Можно я сосередик? Давай Сначала Сначала А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И эти забавные выхухоль уже не так брутально маршируют своими ложноножками по мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное в утесах Девушки красавицы замуж не хотят Ого, стернет новая Стернет новая Это ответ Ага Девушки красавицы замуж не хотят Ого, стернет новая Мама, ты меня жива, да? Так МГУ Можно состерлядь? Стерлядь новая Сначала можно? А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И эти забавные выхухоль уже не так брутально маршируют своими ложноножками по мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное в утесах Девушки красавицы замуж не хотят Ого, стернет новая Как известно, плохо тот студент, который не мечтает стать деканом Итак, 10 стадий становления декана Метана, танк, пропан, бутан, кентан, гексан, гептан, актан, анан, декан Зачем сначала-то был вопрос Ну, а вообще, на самом деле Нет, сначала Сами придумывали Вообще, больше 30 секунд, по-моему Сейчас будем отнимать баллы А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И эти забавные выхухоль уже не так брутально маршируют своими ложноножками по мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное в утесах Девушки красавицы замуж не хотят Ого, стерлить новая Интересно, а вот про стерлить Это вы сейчас в сторону Ноздротенко сказали или нет? Спасибо Конечно Я очень рад, что сегодня не 10 команд И у команд не по 3 вопроса А не кажется ли вам, что в Москве стало гораздо меньше розовых слонов Мне некуда поставить свою швабру И эти забавные выхухли уже не так брутально маршируют своими ложноножками по мостовым Наша Таня громко прячет тело жирное в утесах Девушки красавицы замуж не хотят О, стерлить новая Вот, вот, вот Новый социологический опрос Вы умный Вы красивый Вы добрый Если вы набрали 0 очков, то вы злобный тупой урод А вот зачем ты сейчас первый участок говорил? Зачем я сейчас сюда вышел? Чтоб никто не догадался Так Выучил вопрос-то? Так, пожалуйста Команда МГУПП Нет Сори АТИСО Ну мне тяжело После такого вопроса Ну понятно, всем тяжело Семь раз отметь Чтоб полегче было Ну я вижу, команды расслабились уже Зрители тоже Дальше что ли второй вопрос Ёберному театру? Не надо Только, короче, ладно Семь раз отметь Вот, например В горах Кавказа Девушки сели в кусты И начались сели Семь раз отметь Потом два раза у гуси Один раз поцелуй, три раза чмокни Потом плюли восемь раз Перекрестись Господи, товарищ ректор, это вы? Так, это МГАУБОВА Дальше Гуси Семь раз отметь В деревню приехал съемочную группу Ну погоди Волк, а ты коров-то эти умеешь? Конечно Так, пищевое МГУПП еще хочет Пожалуйста Семь раз отметь Семь раз отрежь И гуратино снова полено МГУ Семь раз отметь Пробовал, не помогает Круто Понятно Так, свой вариант будет? Да, будет Семь раз отмерь Семь раз отмерь Семь раз отмерь А он так хорошо получил Так хорошо получил Вот ты мой хороший Вот ты мой хороший Так, ну продолжаем нашу смешную разминку Команда МГАУЗа Вопрос задает Николай Флорель Валерий из города Огневска Здравствуйте, уважаемые знатоки Вопрос мой заключается в следующем За моей спиной находится Эм... Сцена ДК Москвич Что бы это значило? Спасибо Желаю удачи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, гуси Да, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На разминке микрофонов не хватает у нас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос задает Николаев Валерий АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос задаёт Николаев Валерий из города Оптинска. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мой вопрос заключается в следующем. За моей спиной находится сцена ДК «Москвич». Что бы это значило? Спасибо, желаю удачи. Штирлиц долго думал, что бы это значило, при этом нервно почёсывался. Эта привычка была выработана у него паразитами. Так, ёперный театр. Вопрос задаёт Николаев Валерий из города Оптинска. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мой вопрос заключается в следующем. За моей спиной находится сцена ДК «Москвич». Что бы это значило? Это значит юмор. Значит, юмор не покинет нас. Вопрос мой продолжается. Спасибо за внимание. И в чём? Итак, вопрос задаёт Николаев Валерий из города Оптинска. Мой вопрос заключается в следующем. За моей спиной находится сцена ДК «Москвич». Что бы это значило? Желаю удачи! Мы берём дополнительную минуту, а теперь музыкальная пауза. Паузу выполняет Николаев Валерий из города Оптинска. Мой вопрос заключается в следующем. Здравствуйте, знатоки! За моей спиной находятся сцены ДК «Москвич». Паузу выполняет Николаев Валерий из города Оптинска. Паузу выполняет Николаев Валерий из города Оптинска. Сцена ДК «Москвич». Отвечает известный. Желаю удачи! Это не по правилам. Давай ещё раз. Предлагаю команде Мангалу зачистить конкурс как стэн. Всё втроём. Вопрос задаёт Николаев Валерий из города Оптинска. Здравствуйте, уважаемые знатоки! За моей спиной находится сцена ДК «Москвич». Что бы это значило? Желаю удачи! Спасибо! Отвечает известный друг Фёдор Двинятин. Мамка, меня в телеке покажут! Так. Ну, пожалуйста. Отвечает красавчик Автон. Пожалуйста, вопрос. Вопрос задаёт Николаев Валерий из города Оптинска. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вопрос я задаю! Что бы это значило? За моей спиной находится сцена ДК «Москвич». Отвечает. Желаю удачи! Здравствуйте, телезрители! Отвечать буду я! Если сзади сцена «Москвич», то тебе повезло, ты стал зрителем лицом. Вопрос задаёт Николай Валерий из города Оптинска. Правильный ответ не угадал никто. И вопрос отправляется в город Москву, абонентский ящик 75, сборная команда «Мами». Гусик, пожалуйста, отмерь, один раз отъешь. Зря расслабились всё, МГУ ещё, наверное, декорации будут. Ну давай. Я первый. После меня. После меня. Понятно. 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 Вопрос. 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 отъешь. Попробуйте конфеты Белочка от кондитерской мясоперерабатывающей фабрики. Да. Так, пожалуйста, в ГУПП пищевой. Семь раз пип, один раз бибиб. Еще раз повторяю. Семь раз пип, один раз бибиб. Бибиб через черточку. Семь раз пип, один раз бип-бип. Это ж конёк-корбунёк! Да? Семь раз пип, один раз бип-бип. А мы напоминаем слова забывшему товарищу. На первом месте бип-бип стоит отмерь, а на втором отрежь. Семь раз пип, один раз бип-бип. Восемь раз какой-то ахинея получается. Так, ну что, свой вариант, пожалуйста. Семь раз пип, один раз бип-бип. Примерно такое содержание речи Олега Романцева о игре своей команды. Так, ну и концовка МГУ. Мы ждём от вас просто супер какого-нибудь хода, чтобы эта разминка всё-таки запомнилась нам как хорошая. А на днях кондитерская фабрика «Красный Октябрь» была переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». «Красный Октябрь» переоборудовали в ликёроводочный завод «Синий Новый год». Фабрику «Красный Октябрь» переоборудовали в ликёроводочный завод «Синий Новый год». И началась тут такая жизнь! Так, ещё варианты. А, ну всё, тогда я мочу. Да нет, сейчас. Фабрика «Красный Октябрь» переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». А всё начиналось с тридцати трёх кошек. Так, понятно. Фабрика «Красный Октябрь» переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». Ну чё, лок с собой берёшь? Да я вообще шоколадки люблю. Не пугай меня. А, фабрика «Красный Октябрь» переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». И вот уже через неделю на ней обнаружился трикратный перерасход горючего. Фабрика «Красный Октябрь» переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». Не пью. Так, ну и свой ответ. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» переоборудована в ликёроводочный завод «Синий Новый год». А в милиции украшали ёлку. Думали, чё на неё повесить. Ну, решили повесить на неё 127-ю, 123-ю. Так, спасибо. Увы, кроме первого вопроса, мы, видимо, ничего не запомним из этой разминки. И тем не менее, команды идут готовиться к следующему конкурсу. А мы пробуем, то есть жюри пробуют определиться с оценками. Пока готовятся жюри, некая информация. Фестиваль выражает особую благодарность культурному центру «Москвичца». Прекрасный зал, тёплый приём и надеется на дальнейшее сотрудничество. Также мы благодарим МГТУ «МАМИ» и региональный благотворительный общественный фонд «Хорде» за помощь в организации игр фестиваля. Так. Я предполагаю, что жюри уже готово. Максимально 6 баллов за разминку. Пробуем. Первое — ёперный театр. Три, три, пять, четыре. Второе — «Атисо». Все тройки. МГАУ. Три, два, четыре, четыре. МГУСИ. Три, четыре, три, четыре. МГУПП. Пищевой МГУПП. Что, ошибся? Как? Полностью? МГУПП. Сначала? Итак? Оценки за разминку. Нет, это становится интересным. А? Ну давайте попробуем быстро. Ёперный театр. Три, пять, три, 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 пять, четыре. Атисо. Три, три. Все тройки. МГАУ. МГУ. Четыре, 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 три, три. МГУСИ. Четыре, три, четыре, три. МГУПП. Три, три, два, три. МГУ. Три, пять, три, три. Да, максимальная оценка все-таки пять была. Не то в редких случаях. Ну вообще надо сказать, что жюри все-таки судят и относительно других четвертьфинальных игр. Поэтому можете как бы смотреть на это с той стороны, что в других играх как-то все-таки разминка проходила живее. Особенно, наверное, был последний вопрос хороший. И поэтому там было весело. А здесь так получилось. Так, что у нас с оценками? Пожалуйста, оценки за разминку и общий балл за два конкурса. Оценки за разминку. МГУПП 2,75 балла. Атисо. Три балла ровно. МГУСИ. МГУ и МГАУ. Три с половиной балла. Йоперный театр. Три целых семьдесят пять сотых. Общий балл за два конкурса. МГУПП 5,75 балла. Атисо. Шесть целых четыридесятых. МГУП 7,3 балла. МГУСИ и МГАУ. Семь с половиной баллов. Верховный театр. Восемь целых три десятых. Так, ну а мы продолжаем. Следующий конкурс у нас STEM. Главное правило вы знаете. Это три человека на сцене, не более. Ну и желательно наличие какой-то идеи в этом конкурсе. Тема конкурса «Счастливое число». На сцене команда МГУ. Студгородок. Память Анатолия Бурносова посвящается. Представьте себе, что вы влюбились. И вы знаете, что это взаимно. И вы даже набрались смелости и с седьмого счастливого раза пригласили ее на свидание. Но что делать, что говорить, вы не знаете. И так вы и предмет вашего обожания на сцене. Память Анатолия Бурносова, как всегда, за кулисами. Ну можно я хоть капельку на сцене постою? Ну ладно, только чтоб тебя никто не видел. Как дела? Хорошо. А как у тебя? Тоже хорошо. Ну ты чё, ну давай, отвечай. Ну пожалуйста. Чё молчишь, да? Ну голос. Какой гав? Ответи, дебил. Тоже хорошо. А как у тебя? Зачем он еще раз спросил? Я же уже ответила. Он, наверное, кокетничает. Какая прелесть. А у меня тоже все просто замечательно. А как у тебя? Дура, я дура. Зачем я еще раз спросил? Вот дура. Зачем она еще раз спросила? Ну если я ей еще раз отвечу? Ну давай, давай. Самого главного. Ну скажи самое важное. Давай самое главное. Ку-ку, я здесь. Я вижу, что ты здесь. А говори чего? Скажи, ты мне нравишься, нравишься. Ты мне давай нравишься. Какая прекрасная погода. Я согласна. Стоп. Столько про погоду разговаривали. Затуша, согласна я? Ну так он меня про погоду спросил, и я согласилась. Времени сейчас сколько? Бездесяти семь. А мы сюда пришли в пять. Хорошо, что еще на час опоздали. А где ты живешь? Молодец. Молодец. Очень грамотный вопрос. Сейчас мы узнаем, куда нам ездить. Ну что, его правда сказать? Конечно. Зато и узнаем, мужик перед тобой или тряпка. В центре. В центре Пимелева. Ничего. Бывает. Она еще не знает, где ты живешь. Сказать? Не надо. А что делать? Давай, подсядь мне поближе. Ну, давай. Придай немножко энзиму. Подсядь мне поближе. Он подсел поближе. Что делать? Сиди и не рыпайся. Она сидит и не рыпается. Бревно. Видишь, он крепкий орешек пополз. А ты любишь читать его? Посмотрите на него. Ботаны на соседней аллее. Да, люблю. Дура, дура, сурова. Она ничего не читала. Спросит, позорюсь. О, а лечить любишь? Да. Стоп. Читать. Лечить. Где логика? Боже. Какой он умный. А осень любишь? Да, подожди, я тебя понесла. Отстань. Да. А обезьян любишь? Ну, остановись. Да, подожди ты, да. А театр любишь? Да. А цирк любишь? Да. А кино любишь? Да. А меня любишь? Да. Молодец. Какой молодец. А я предупреждала? Предупреждала. А он, а он хам. Вот так вот взял, вот так вот и подловил. Хам. Что теперь делось-то? Целуй. Да, мужик. Целуй. Да не меня, а его целуй. Люди, я у вас всегда за кулисами, но плохого еще не посоветовал. Ба! Ба! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Регламент этого конкурса 4 минуты, и после пятой мы начинаем отнимать одну десятую за каждые полминуты. И еще один момент. Конечно, кричать из зала это удобно, весело, здорово, но для команды это играет достаточно плохую роль, потому что мы за это отнимаем оценки. То есть, пожалуйста, можете кричать, только своей хуже команде сделаете. Спасибо. И хорошее выступление может превратиться в очень что-то плохое. Так, ну, я вижу уже жюри. Жюри приготовилось. На сцене команда МГУПП. Рано утром Иван Иванович проснулся, умылся, побрился, поглядел на календарь и очень обрадовался. Сегодня было 13 число. Его счастливы, ведь именно 13 лет он работал поваром 13-го разряда в городской клинической столовой номер 13 и неповторимо готовил диетическую овсянку для больных 13-перстной кишкой. К тому же у него 13 раз в году отключали горячую воду. Работу свою он обожал. Особенно работу со стажерами. Итак, коллега, сегодня выбрали салат овощной, коктейль, суп с гренками, водку печеную с яблоками, отварной рис и слоеный пирог. Ну что ж, приступим. Ставим воду для риса и супа. Так, так, сначала, сначала, а, перебываем рис, чистим картофель, все, чтобы хлеба сотрезаем корочку, нарезаем ломтиками, мажем маслом и ставим в духовку. Закипела вода? А, кидаем туда рис, другую кастрюлю картофель, солим, варим, режем лук, обжариваем его в масле. Теперь утка, опаливаем, моем. Кстати, не забудьте нам маслом попку. Ой, а зачем? Ну, чтобы она была помягче. А зачем мне мягкая попка? Ну ладно, тогда набейте луком, будет потверже. А-а-а, ну, родная, гренки. Ой, так, бросаем утку, потаскиваем гренки, немножко подгорели, но это ничего. Счищаем с каждого гренка черноту. А-а, так, так, по-моему, у нас разварился картофель. Ой, точно, разварили. Быстро кидаем в кастрюлю лук, перец. Э-э-э, это не страшно, ну ладно, будет суп-пюре. Очищаем и режем яблоки, посыпаем их сахаром. Да, а теперь у нас разварился рис. А, ну ничего, добавляем молоко и сахар, ну будет рисовая каша. Так, так, теперь утка, утка, доставьте в покое утку, готовим славяное тесто, делим на два куска, раскатываем, делаем начинку для пирога, луком запихиваем яблоки. Рис убегает. Ловим. Ой, утку убегает. Тоже ловим. Так, суп уварился. Ну ладно, пойдет на второе блюдо. Так, взваливаем коктейль. Теперь салат, стругаем суп подряд, самое главное быстро. Ой, то, что было супом и рисовой кашей снова подгорают. Ну что, снимаем с комфорки, отскребаем кастрюлю. Ой, какой ужас. Какой ужас, какой ужас, какой ужас. Мы же смешаем их вместе. Ой, давайте их смешаем вместе. Точно, точно. Утку поем коктейлем, даем закусить ей гренками. Ой, тьфу, все перепутал. Так, утку фуршируем салатом, гренки съедаем сами. Осталась начинка, также слизь каши и супа. Куда это деть? Набиваем утку. Ага, теперь слоеный пирог. Так, а где же начинка? А мы засунули утку. Так, ну прокатываем утку вместе с тестом. А утка? А утка уже пьяная, она не будет сопротивляться. Так, быстро все в духовку, 30 минут, потом вытаскиваем, посыпаем зеленью, салатной заправкой, поливаем сметаной и отдаем к себе многим друзьям. Я вас научу, как выбирать самые свежие продукты. Рыба, рыба, кому рыба? Вы знаете, мне давно нравится эта девушка. Ну так я вам помогу. Сначала привлеките ее внимание. Кисаки. Да нет, ну заведите какой-нибудь серьезный разговор. Я хочу быть с вами. Че? Рыбка почем? Пять рублей. Блин, дорого. Вот, разговор уже завязали. Теперь о погоде. Солнышко светит. Рыбка не протухнет? Не твоя забота, и такую возьмут. Вот, она вам уже два раза ответила. Теперь комплимент. Девушка, у вас цвет глаз такой же, как у ваших рыбок. Ой, и взгляд такой же томный. Да, ей понравилось. Теперь что-нибудь о ее внешности. Ну там, типа, ваша фигура мне свет божий затмила. Девушка, вы мне весь свет загораживаете. Че? Ну какой чудный. Давай мальчик мой. Рыба, рыба, кому рыба? Ну вот, и соединил сердца. А все-таки какой сегодня счастливый день. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Утка, утка, кому утка? Так закончился очередной счастливый день Ивана Ивановича. Завтра наступит 14-й, и оно тоже будет счастливым. Но это совсем другая история. Так, спасибо. Готовит следующая команда. Еще некая информация. Уже играют в полуфиналах. Команда, сборная команда города Мытищ, МУПК, Мытищинский самовар. Команда университета управления шутки в сторону. Команда РХТУ. Команда Магма МГГУ. И, возможно, в одной трети встретится команда Московские Армяне и МАИ. Ну, это мы посмотрим. Итак, на сцене команда АТИСО. АТИСО! 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 У каждого в жизни когда-нибудь бывает счастливый день. Вот и у наших героев он наступил. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Сегодня самый несчастливый день в моей жизни. У нас сегодня первое свидание. Так, Господи, как я к ней приду, на что договорить? Так, порепетируем. Мишка, ты идёшь в гости к Маше, а ты, Маша, накрой на стол. Тут, как всегда, бабушка с дедушкой не вовремя пришли. Нет, говорим, ничего не надо. А как я его встречу? Как я его встречу? Может быть, я поставлю что-нибудь романтическое? Вот, Владимирский, Централ, Ветер, Северный. Нет. Нет, наверное, нужно поставить какого-нибудь лидера телерадиоэфиров. Мастер Дент, сей стоматологии, номер наш един, 274-10-01. Так, ну чё стряслось-то, Женька? Всё, моя жизнь была нелепой ошибкой, я ей не понравлюсь. Понятно, влюбился. Запомни, любовь это как естественный отбор. Здесь выживает сильнейший. Умнейший. Красивейший. Господи, я ещё таких гадостей подумаю. А, женщины одного не понимают, нас надо любить, нас надо на руках носить. Не, ну конечно, спасибо хоть родильный на свет. А с другой стороны, понимаешь? Ведь, вот смотри, кто тебя в саду воспитывал? Женщины. Кто тебя в школе учил? Тоже женщины. Кто твоя будущая жена, а? Что? Женщина. Вот, а рельсы кто укладывает обычно? Дамы. Правильно. Ну, чего ты ревёшь? Я не понимаю, чего ты ревёшь? Да если б Женька, да б меня бы, вот так влюбился, а это я бы от счастья вела и трое не пройдёт. А вдруг, а вдруг я ему не понравлюсь? Вот мне мужчины прохода не дают. Подойдёт, бывало, я такий, кошелот лохматый, и говорит, девушка, у вас такой крим страшный, матый. А я ему и говорю, ну вы что, без крима я гораздо страшнее. Дела совсем, да, плохо я так чувствую. Ага, я думаю, нам талисман нужен. А какой тебе счастливый число? Семь с половиной. Почему семь с половиной-то? Ну потому что, если день моего рождения разделить на число буб в имени моей троюродной тётки, а потом умножить на число зубов, выбавших у меня в первом классе, и разделить на два, то получится семь с половиной. Ау, как всё хорошо стоит, а? Ну давай попробуем с письмом. Ну, я ему уже написала два письма, и, ну не знаю, какое мне отправить. Ну ты мне покажи. Ну вон, смотри, на перекрёстке висят оба. Так, Солодов, я жду тебя, Солодов, я хочу тебя. Ну ты бы подписался, а то звучит, как реклама пивная. Да не роби ты так, Женька. Да я в само жизнелюбие. Да ладно, жизнелюбие ты, придумал. Ты хоть знаешь, о чём ты с ней говорить-то будешь? Конечно, о книгах. Вот, замечательная книга, что не нужно говорить сотруднику Пи-Бе-Модель. Очень оптимистично. А тогда о молодости, моё самое светлое впечатление... Да-да, когда ты лежал в больнице с переломанными ногами и руками, знаем-знаем. Твой любимый свет серый, твое любимое блюдо манная каша, твоя любимая песня... Яковские черепи, я... Всё, 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 не надо. Так, мне нужен психолог. Легко. Так, вас как-нибудь били в детстве тряпкой по голове. А что вы испытываете, когда надеваете памперсы? А у вас есть предпоследие к суициду? Нет? А почему? Зато у меня лодыжки красивые и вообще. Ладно, всё, иди отсюда. Так, это надо решать другим способом. Алло, Саша, это я, Саша. Ты у Жени? И я у Жени. Что делаем? Что мы можем делать? Мы готовимся к вашему приходу. Готовим семь с половиной блюд. Почему? А почему семь с половиной? О, ну это у нас счастливое число. Так, да, мы им уже весь дом обрисовали. А вот сейчас ты знаешь, что мы делаем? Мы отдаем на себя семь вещей и стоим посреди комнаты в одной туфельке. И потихонечку подсеем. Ага, семь с половиной, счастливое число, говоришь, интересно. Женишка, а скуку будь опять и во лбу? Семь с половиной. Ха-ха, отлично, общую тему для разговора мы уже нашли. Здорово, что всё-таки есть дураки, которые верят в счастливые числа. Во-во, и я говорю, предосудки, это всё такая глупость. Вот я, например, в приметы абсолютно не верю. Только главное в Рождество зачётку в окно выборсить и крикнуть халява. Залетай. Точно, только вот этим дуракам это не объяснишь. Спасибо. Так, следующая команда, степ, команда МГАУ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 одного не ждут. Найти агента 007, у которого семь пальцев на руке. Угнать у него затрипанную семерку и, прячась у волка от семерых козлов, облабожить его в карты. И ровно через семь дней и семь ночей, пройдя семь кругов ада, держать ответ за все семь бед перед администрацией президента. Ну что, второй, остается последний. Согласен. Детектор лжи. Так, хорошо, что-нибудь такое, что-нибудь такое для затравочки, такое, чтобы проверить. Работает наш детектор Зуи, нет? Итак, как вас зовут? Сергей. Ответ правильный. А, а как ваша фамилия? Остраумов. Ответ правильный. А каково с кличика? Ехал грека через реку, в виде грека, в реке рак. Суму, рыпа, репа, репа. Рак за руку, грека ца. Повторите, пожалуйста. Ехал грека через реку, в виде грека, в реке рак. Спасибо, я поняла. Отлично. А какое любимое число вашей команды? Пять. Ответ неправильный. Иди сюда, что ты, что ты, просто про счастливое число, я не понимаю. Где тебя учили? В ПТУ каком-то? Шпион. Стоит, смотри. Отлично, молодой человек. Отвечаю быстро и без заминочки. Как звали Ленина? Ленин. Сколько лет Гумо? Пять. Как меня зовут? Лёва. Как зовут вас? Меня? Правильно. Ещё раз. Правильно. Вам нравится моя фотография? Правильно. Отвечаю без заминочки, я же сказал. Откуда у журафа пятна? Фэрри. Что только Фэрри? Не знаю. Что им моют? Правильно. Какое счастливое число вашей команды? Ответ правильный. Сойду с другой стороны. Итак, когда вы первый раз в жизни вышли на сцену? Десять лет назад. Правильно. Какая роль у вас была? Решающая. Правильно. Итак, вы будете ставить сотрудничество? Вы хорошо подумали? Да. Ответ опрометчивый. Умная там сидишь, да? А здесь что, дураки собрались? Ответ правильный. Он не расколется. Где-то мы сделали ошибку. Да не мы же, ну не мы же сделали ошибку. Мы же не мы с тобой, шеф-дебил. Ложивку сделал. Ответ зафиксирован. Так ты будешь с нами сотрудничать или нет? Нет. Отлично. Второй. Давай. Зажигай его. Стоп. Ты что делаешь? Ну и зажигаем. Катя, не в том плане зажигаем, в том плане кончасти. Ага. Ха-ха-ха. Держи его. Спасибо. Готовит следующая команда. Еще несколько слов. Завтра здесь состоится последняя четвертьфинальная игра, после которой будет ясно, кто играет в полуфиналах, кто играет в дополнительной игре. Ну вот, собственно говоря, и все. На сцене команда «Гуси». А мое три. Мое четыре. А мое пять. Я иду искать. Искать. Извините. Мне для стемени хватает одного человека. О, стойте. Подойдите сюда. Помогите мне, пожалуйста. Да, вы. Садь. Сидяйте. 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 Посадил дед репку. И выросла у репки большая-пребольшая. По два. И посадил... А сидит репка, сидит. По два. И решила дед эту репку выдернуть. Дед тянет, потянет, тянет, потянет, тянет. И растянул мышцу. В команде деда замена. На поле выходит бабка. По два. Тянет! Извините. Батва! 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 Где братва? Батва! Молчать! О, мусляков! Батва! А жучка где? Жучка у нас где? Вот какой мужик попался. Обещал на лодке покатать. А сам... Му-му меня обозвал! Сам виноват, Терасий. Внучка, мне нужен новый паспорт. Замётано. И тут на сцене медленно и плавно появляется кошка. Куклачёва не видел? Нет. О, Куклачёв! Ах, Батва! А тут выходит мышка. Упс! Майор! Мышь! Рядовой! Да почему не на посту? Меня дед посадил. Какой такой дед? Вон он! Стоять! Ко мне! Стоять! И посадил... А Батва! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знаю стихотворение Про армию А твое стихотворение Вот можешь поднять мнение нашей молодёжи об армии? Ха. Ну ещё бы! Конечно! Хо-хо-хо! Трудно жить на свете. Лейтенант Тупете Капитан Серёжа бьёт его по роже АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я испытываю то же самое, что лосось, плывущий против течения. На, возьми подарок и иди отсюда Не дарите мне подарков, а отдайте мне подарочек. А тем временем пенятюра «Девочка и тарака». «Девочка и тарака» А тем временем на «Марсе». Вот женщина, которая очень часто спит со всеми, где этот грёбаный ёперный театр. Должны были приехать два часа назад. У новых марсиан уже выделяется липулька, а это очень-очень хреновый признак. Новые марсиане очень не любят, когда у них выделяется липулька «Гаттэм». Женщины, которые очень часто спят со всеми подряд три раза. Четыре. Чё? Чё? Пять раз. Я мазый. Уйди, уйди. У меня, у меня есть идея маза. Это реальная классная маза. Как только вы её услышите, она вам очень-очень понравится. И хоть у меня очень мало времени, всё равно я вам расскажу про эту идею. Это красиво. А они козлы. Ёперный театр просто козлы. Это была главная и основная тема нашего стена. Спасибо. Так, пока жюри думают над оценками, ещё информация. 3 июня начинается одна третья игры Лиги Олимп. Она проходит в МДМ. Пожалуйста, мы всех приглашаем. Итак, 3 июня МДМ. Пожалуйста, пробуем оценить. Первая была команда МГУ. Максимально 5 баллов. 5-4, 5-4. Команда МГУПП. 3-3, не вижу. 3-2. АТИСО. 3-3, 3-3-2. МГАУ. 4-3, 4-3. МГУСИ. 4-4-3-2. Ёперный театр. 4-3, 3-3. 3-3. 5-4, 3-3. 5-4, 3-3. 5-4, 3-3. 5-4, 3-3. Думаете, мы посмотрим первую команду. На сцене 7 минут музыкальный конкурс команды МГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Алло? Светочка? Танечка? Олень? А, Люктор, это ты извинения узнал. Что ты говоришь? Проблемы? Проблемы? Обезьяны сверху бежали? Прости, прости, да. Поможем, конечно, поможем, да, мы все, мы все делаем. Ты же знаешь моих ребят, конечно, да. Между прочим, не будь я, Семен Ноткин, ну, Семен Ноткин, ну, Семен Ноткин, понимаете, да, вот. У меня команда КВН, вот. Мы выступим, все будет нормально. Да, ты с обезьянами же договорился? А с кем есть секрет? Шаобау! Прикольно, да. Прикольно, да. Да, конечно. А где выступаем? Так, да, записываю. Угу. Очень сливчик, дискотека, аншлаг, аншлаг, КВН. Так, теперь наоборот, КВН, аншлаг, аншлаг, дискотека, очень сливчик, через один, очень сливчик, аншлаг, аншлаг, КВН, дискотека, через два. Конечно, 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 я издеваюсь. Да, 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 да. Ладно, ладно. Вас сколько? А сколько? Сколько, сколько? Ладно, ладно, чего ты. Михаил, вас что-то беспокоит? Вас беспокоит Максим Галкин. Здравствуйте. И сегодня с нами играет киллер Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир. Итак, вы сможете выиграть 100 рублей, если ответите на вопрос, кто будет следующим президентом России. Варианты ответа А. Владимир Путин, Б. Жириновский, В. Явлинский и Г. Зюганов. У вас есть три подсказки? Я попросил бы убрать заранее два неверных варианта. Итак. Ага. Итак, у нас остался вариант А. Владимир Путин. Так, А. И вариант Б. Явлинский. Я хотел бы позвонить другу. Алло, Вован? Да, тут, короче, две кандидатуры. Короче, кто из них будет президентом? А. Понял, да, спасибо. Ага. Спасибо. Итак, у нас остается один. Подождите, у меня еще есть помощь залу. А. Так, ребята, ребята, мы опаздываем дискотеку быстрее. Пацаны, пацаны, я вчера на дискотеке своей девчонке доказывал, что я не трус от противного. Так унесительно! Так унесительно! Да, да, Саша, да, мы на месте, уже на сцене, да. Мужики. Так. Ух ты, господи. Поступила директива. Надо показать три сценки, знакомься с девушкой на дискотеке. Быстро. Ну-ка, спать. Так, батюшки, готовимся. Показываем этюды. Танцы две тысячи. Маэстро. А теперь танцы семидесятых годов по рассказам родителей. Танцы две тысячи. Танцы две тысячи. А теперь танцы тридцатых годов по рассказам бабушек. А теперь универсальный способ знакомства с девушкой. Вау, какая девчонка! Очки. Знаешь, что мне сейчас нужно? Ослежи тихо, не. Не дала. Нет у неё жвачки, нету. Ты вообще как девушка, ты обращаешься, эй. Вот я, например, сделал своей маме на день рождения подарок. Я помыл папу. Так, ребята, ребята, мы опаздываем наш лак. Быстро, быстро наш лак. Так, поехали. Итак, встречайте, Михаил Жванецкий. Женщины бывают двух типов. Симпатичные и загадочные. Я подожду. Есть ли кто-нибудь в зале, кто бреет ноги? Ага, вот вы, да, я вижу. Я подожду. Что, Саша? Да, да, уже на коврение, да. С петь твою любимую песенку? Лёха, как? Волос был чернее смоли, стал седым. А, нет, нет. А есть какие-нибудь льготы на оплату взносов, а? Нет? Ну, ладно, и нет, так нет. Будем тогда петь любимую песенку Рубика. Любимая песня Рубы. Гуляли все вместе зимою в лесу. Из-под снега подслышались странные стоны. КОНЕЦ Оказалось, что мы отдалили из жуток. Эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны. Вот опять наверху разразился скандал. Гонорары не втиснулись в рамки закона. А народу все бог, он давно всех послал. Эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны. Я лежу на пляжу, как всегда в них гляжу. Я на этом пляжу с каждой галькой знакома. Только, знаете, на пляж я с собой не ношу. Эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны. В этой песне заложен, в твердый репет. Пила я как алстук, а я лучший капсона. Я нашей команды игра КВН. Эрогенные зоны, эрогенные зоны, эрогенные зоны. Спасибо. Оценки за СтЭП и общий счет. Оценки за СтЭП. АТИСО и МГУПП 2,75. ГУСИ 3,25. Йоберн-театр 3,25. ГАУ 3,5 балла. МГУ 4,3. Общий балл за три конкурса. МГУПП 8,5 баллов. АТИСО 9,15. ГУСИ 10,75. ГАУ 11 баллов ровно. Йоберн-театр 11,55. МГУ 11,60. ГУСИ 10,75. Так, спасибо. Ещё несколько слов. Регламент 7 минут. После восьмой отнимаем одну десятую за каждые 30 секунд лишних. Пожалуйста, на сцене 7 минут. МГАУ, пожалуйста. Пятьок! Пятьок, ты представляешь, у нас вчера Машка в общаге родила! Да ты что! Ага, вчера всей общагой сыну имя придумывали! Но вы даёте, а? Ага, сегодня отчество придумывать будем! Ребята! Пацаны, потрясная новость вообще Нам выделили пятый канал культура Нам выделили всем на целый день канал культура Стоп, 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 значит мы должны быть культурными Мы должны быть вежливыми Ага, и в третьих поменять эмблему Доброе утро, уважаемые телезрители И как всегда, мы начинаем наш утренний эфир На канале культура горячих голов С утренней гимнастики Здравствуйте! Я рада, что вы собрались сегодня у своих голубых экранов А сегодня мне будут помогать начинающие спортсмены Лелик и Болик Так, спасибо А сейчас я в левую кулису Я сказала, в левую кулису И тренажерный зал Спасибо! Итак, дабы продолжить спортивную тему Вообще тему здоровья и всего полагающегося Мы в нашем следующем эфире Прямо сейчас вы увидите программу здоровья С его неизменным ведущим доктором Ливси Пожалуйста Здравствуйте, мои дорогие Рад вас видеть Молодые вы Ребята, вы слишком много курите И так посмотрите здоровье Животик Какой кошмар Язычок просто влез Глазки Ребята, вам осталось жить не более двух дней А вы знаете, от чего все эти ваши деды? Господи, сейчас я вам расскажу От чего? Тогда кажется вам, что этот помарк Это ваш дельтоплан Оглянись! Ха-ха-ха! Смерть за спиной Вмашет своей деревянной косой Ха-ха! И вы вдвоем забудьте обо всем Ведь впереди ваше лето Ха-ха-ха! 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 А вы, если что, пишите Ха-ха! 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 Доктор Ливси Собака Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 А теперь специальная программа для любителей классической музыки Итак, в нашем эфире классическая страничка! Ха-ха-ха! 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 Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня мы вечером с вами поговорим о том, как на нашу молодежь влияет тлетворное влияние Запада. Как их музыка разлагает нашу молодежь. Вы со мной согласны, коллега? Да-да, коллега, я с вами полностью солидарен. Их не музыка, их не певцы, их не пытающиеся голоса пропеть какие-то ноты, они даже не умеют петь. Да, они знают только три ноты. Может быть, всего лишь три ноты? Какие? Слушайте. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! И футбольные матчи с участием любимых команд становятся просто главнейшей темой дня и обсуждений. А у нас сегодня в гостях, так сказать, родоначальники фэновского движения. Это скала и гора! Звучит музыка. Спасибо, мальчики. Ура! А ты помнишь, в какой месте ходили на матч с фартах ЦСКА? Да, классный был матч. А ты помнишь, как нас били резиновыми дубинками по голове? Ну, конечно же, помню. А ты помнишь, как нас возили лицом по асфальту? Естественно, это останется в моей памяти навсегда. А потом они выпустили топон коней, где стали топтать нас копытами. Очень силы и больно. Нас топтали, но нам все равно. Но мы верим в Спартах чемпион. Разобьется к нас везде, порвет на Спартах чемпион. Ой, у меня ногу убежала. Итак, в завершении сегодняшнего вечера мы с глубокой радостью и уважением хотим предложить вам, как всегда, в принципе, спокойной ночи, малыши, для тех, кто сможет уснуть. Вы знаете, и человек, который сейчас выйдет, он имеет просто божественный голос. Он успокаивает, он придаёт немыслимую уверенность в себе. И у меня просто на него нет слов. Пожалуйста. Добрый вечер, мои дорогие детишечки. Сегодня я расскажу вам сказочку. Слушайте внимательно. Жила была бабушка и дедушка. Решили они слепить колобка. Колобочка слепить решили. Колобочек слепили они его и положили, значит, на окошечко, чтобы он быстрее просох. Ну, а бабушка не говорит колобку. Колобочек, ты смотри, не прыгай в окошко, а то ведь жалко нам тебя. Не послушал колобок бабушку с дедушкой. И вся наш колобочек, ай, колобушка, и спрыгнул прямо с окошка. Большая была высота. Жила бабулька на 17 этаже. И от нашей колобушки любимой осталось ли столько лепёж? Ай, колобушка! Ну, ладно, спокойной ночи. Я пошла собирать колобка. Я же говорил. Не, Вань, чё ты то, знаешь, по-моему, это всё это, спокойной ночи. Да, Вань, это всё не для нас, Вань. Ты знаешь? Музыкант не может играть без семенок, понимаешь? Футболист не может играть без мяча. Ну, я понимаю. А мы не можем жить без этой сцены. Поэтому КВНщики всегда живут только с песней. Пускай у нас всё мере, все люди боятся. Пойти в себе тот и ночью ведём. Мы видели это во всех модных фильмах не раз. Пойдём под пеской, не смущайся, смотри. Здесь ящура нет, здесь здоровая нить. У нас человек, тарак, кончились деньги, давай. Писались у ночи, тарак, у наших ураг. Поднялись на час, сыграем для вас красота. Нас значит сейчас ваши руки для нас, гонорар. Спасибо. Команда КВН МГУ Студгородок выражает благодарность студенческому союзу МГУ в лице Ильи Ильина, студенческой комиссии Объединённого профсоюзного комитета МГУ в лице Владимира Леонидовича Марченко и благородит туристическое агентство Старт Тревел за финансовую поддержку. Команда Московского государственного агроинженерного университета выражает искреннюю благодарность своим родителям за понимание и поддержку. Также она благородит команды МАМИ-2 МГСУ за моральную и техническую поддержку. Отдельную благодарность команда выражает ректору Ерохину Михаилу Никитичу за материальную помощь и проректору по воспитательной работе Левшину Александру Григорьевичу. за представление репетиционного помещения и спасибо болельщикам за поддержку. Музыкальный конкурс 7 нот команда МГУ-ПП. Музыкальный конкурс 7 нот В одном самом обычном московском дворике на самой обычной улице появился не совсем обычный музыкальный автомат. Двумя руками. Ну, задолбал! Кто ж так с вещами-то обращается, тем более с волшебными? Да, был у меня один знакомый музыкант, вот он волшебные вещи любил. Стучал по батарее водяного отопления и получал комплименты от соседей. Опаньки, шарманка. А исполни-ка мне что-нибудь о звёздах, о любви и обо мне. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, а где-то на земле межит роса. А я в ракетном катере, вопытно трансформаторе, бежу и с головой, как колбаса. А ноги, тем не менее, а ноги, тем не менее, всё выше, но всё так же холодны. Ага, долетался. Пугачёв ускурилась, мы лажаем, солнце село, в общем, все умерли. Не будь пессимистом, оглянись! Весна! Да, так где же эта весна? Всего два дня осталось. А чё это мы всё чужие желания исполняем? Давайте своё загадаем. Ну и кто это загадал? Да что вы тут ерундой занимаетесь? Вот у меня мечта. Хочу вести стильные музыкальные новости на радио. А это можно! Раз, два, три! Радио Ультра! В эфире передача Шоу Тай! Красная Байта и куча другого куфла опять на нашей волне. Из интервью лидера группы Депиш Мод Дэвида Ганна. Сливая свой новый альбом, мы специально так располагали песни, что когда забацаешь в одну за другой, просекалась определенная фишка. Но нам не западно, когда кто-то тормозит на одной и той же песне. Это офигительный музон. Зуб дают. Вот теперь всё. Телегу прогнала Райс Ванна. Всё будет чики-пики. Бай! Да, музыку теперь лезут все, кому не лень. Даже официанты. И те хотят быть рок-звёздами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Папа! 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 А я всё равно хочу стать настоящим композитором! Смотри, напросился! Папа! Вам посчастливилось присутствовать при действии, когда наш Моцарт вдруг случайно отравился. Украсим рюмком и кристаллом цианида, в бокал мы шьяк, сюда настойку белотон. Вот, кушанье готово. Сальери? Моцарт, друг! Что ты там прячешь от меня? Тебе я приготовил свои напитки. Шампанское, мартини, бренди, вербут, коньяк, льной самогон, а также водка, пиво, ром, ликер и чистый спирт. Что Моцарт ты предпочитаешь? Кефир, дружище? На, выбери другое. Слова твои пустые обещания. Кто пьет кефир, не мает-то похмельем. Испей, Сальери. Убийственно! Сальери! А вот Винни-Пуха объявляет в убийстве Буратино. Доказательством служат опилки в голове у подозреваемого. Зато гримбиз занимается спасательной деятельностью. Он скупает яблоки и вешает их обратно на деревья. Да ладно, я вообще вон живу возле китайского общежития. Да сейчас, по-моему, вся Россия живет около одного большого китайского общежития. Ну и ладно, а мы зато можем исполнять даже тайные желания. Все, все, уходим. С копейками в кармане, сырою в пешаке. Все взорваною выше, дикорасы и в руке. Мы оснащили всех людей, а себе держись, актер. Когда тебе лицо летит, затуши помидор. Мы денег разобудем, и все дырки сошьем. И снова на свидание к вам опять сюда придем. Пусть все нам отключают, пусть отключают звук. Нам хватит блека ваших глаз и поднят их рук. Уходим, уходим, уходим. Нас попросили удалиться. Но мы вам глянемся, что скоро вернемся. Чтоб нас увидеть ваши лица. Уходим! Команда Московского государственного мировоззрения пищевой промышленности будет вред президента ректора Вячеслава Ивановича Тужилкина, проектора по гуманизации образования Валентину Анатольевну Староженко и капитру ТФП ДХ. Спасибо. На сцене 7 нот. Команда Йоперный театр. В одной восьмой финала высшей лиги посвящается Команда Йоперный театр. Команда Йоперный театр. Команда Йоперный театр. Это значит Лафар. Непослушание. Дело этого дня. Деби, Верифа. А дальше можно голосовать везде. Ну вот. Ну вот. Профессионалы. Донорс. Все, ребята, все. Вы как хотите. А я эту дурь дуть больше не буду. Дуйте сами. Ну куда? Куда ты ушел? Что такое? Что такое? Чтобы поддержать наше реноме. Что ты и сказал? Ну в смысле, чтобы не быть лохами. Нам нужна звезда. Есть у нас звезда? Да, конечно. Таня Овсиенко. Школьная пора И при всякой погоде Пропадали пропаганы в обморах. Через года Слышит паденья голос. Иди домой, скотина такая! Мы с матерью Все бордели Притоны Обзвонили Она Песочница играется Тварь такая Иди домой! Вот 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 Самая Самая Страстная Страстная Женщина На нашем Тюрьме Нет? Сегодня Сейчас Впервые В ДК ЗЛК Страстная Красная Женщина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, на самом деле все это не то Нам нужно чуть популярно Такое Массовое Такое у нас есть Ну например Группа Лицей 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 Привет, Москва Уууууу , мы , группы Стрелки Какая разница Москва! Мы крупный полицей! Москва! У нас для вас две новости. Первая. У нас новая солистка! И мы с изонкой! Москва! 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 Токио! Москва! Москва! Наши гитары стали еще больше! Поддержаться они все так же на бубках! Москва! Хотя Москва наша новая композиция, которая называется это межсистонье! 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 Ну, какая разница? Москва! Эта песня называется «Осень!» «Вп Soo» «И «Осень!»» «И им «Осень!»» Витёк! Ребята, мне почему-то кажется, что эта дубина исполняет наше желание. Всем по дубине! Давай! О! Хочу! Стойте! Стойте! Эгоисты! Иди сюда! АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит о себе только думать. Загадывай, Миша. Что? Кто нас сюда позвал? Да это же старейшина нашего движения! Старейшину! 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 Это кто? Ну какая в сущности разница, кто это? Кто-то подумает, что это Жириновский. Кому-то покажется, что это Киркоров. А кто-то, возможно, увидит себя. И в сущности, не важно, кто изображен на этом портрете. Пускай зрители сами догадываются, кто это. Грызлов или не Грызлов. Грызлов Загадывай Загадывай Субтитры создавал DimaTorzok На ваш немой вопрос отвечаем. На буквы М и А элементарно не хватило денег. Спасибо. Тем не менее, команда Йоперный театр благодарит Василия Якименко за материальную помощь, своих болельщиков за безумные аплодисменты. И модельное агентство Элит Модель Лук за предоставленного капитана. Спасибо. На сцене 7 нот Мгуси. Выступлению команды КВН Йоперный театр в одной четвертой финала фестиваля московских вузов посвящается. 7 нот успеха любого журналиста это вовремя оказаться в нужном месте. Итак, в эфире передача Вы очевидец. Добрый день, добрый день, товарищи телезрители. Мы начинаем нашу программу. Вы знаете, мне за кулисами рассказали такую историю. Представляете, Децл женился на дюймовочке, и у них родилась дочь. Миллиметровка. А теперь слово гостям нашей программы. У меня тут дневники, красные туфельки. Очень интересно. Физика 2, математика 2, русских тоже 2. А теперь небольшая рекламная пауза. Это Саша. А это Серёжа. Их обрызгала машина грязью. Саша постирал брюки дорогим порошком. А Серёжа почистил щёткой. И ходил по деревне, как чмо. Саша в этой деревне тоже был чмо. А если нет никакой разницы, то зачем стирать брюки? Я напоминаю, что вы смотрите передачу «Вы очевидец». Сейчас такую историю вам расскажу, значит, просто обалдеть. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого авто. И не вижу винтов, значит, можно угонять. Поворачиваю ключ и слышу «Др-др-др-др-др-др-др». Оглянулся и смотрю, бензобах горит. Но если есть в картане пачка сигарет, значит, всё инжектор. Прыснет на сегодняшний день. И кубический движок 200 лошадиных сил, Что взлетает в небеса от искры в бензин. А во время гастролей Валерии было похищено всё музыкальное оборудование. Подтанцовка и подпевка певицы. Об этом наш следующий сюжет. Добрый вечер. Я Валерия. И здесь, и сейчас будет сниматься мой новый клип на песню «Ты где-то там». А где моя подтанцовка? Всё нормально, я на подтанцовке. Всё нормально. Хорошо. А подпевка? Всё нормально, я на подпевке. Начали. А где моя подтанцовка? Извини, не успела, я на саловете. Так, уйди, сейчас подтанцовка в кадре. А я не понял, где Валерия? Нормально, я на подтанцовке. А я вчера был в кунсткамере. А что это такое? Ну, это там заспиртованные уроды. А в Грузии не знали, что такое. Я понял, кунсткамера – это вытрезвитель. А в Грузии не знали, что такое Вейри. И когда Гири спросили, как ты отмыл всю эту гору грязной посуды? Он сказал – вахтёр! Когда я в общаке с бахтёром служил, ко мне постучался косматр-геолог. А с ним постучался и ветеринар, и зэк, убежавший снар. Пять космонавтов, один бафлист, двенадцать охотников и их табачонки. Пять офицеров и просто танкист. Все идут к одной девчонке, все идут к одной девчонке. А что это за девочка, и где она живёт? А вдруг она не кует, а вдруг она не бьёт? А мы в такой компании возьмём, да и припьёмся к Элису. Элис, а кто такая Элис? Я Элис! Я стоматолог! Я хочу, чтобы у моих друзей были здоровые зубы, а не просто тёсла! Так, а у нас на связи космонавты. Алё, приём. Приём. Космонавты! Космонавты! Чего надо? А как вы смотрите, а? Шик! Я вижу свою тень, обе руки, ноги я вижу, на них собаки, следы свои я вижу. Значит, иду, ходу яду, ходу яду. Перед собою я вижу зрительный зал. Пахнет там шлагом, но с Регину узнал. Услышал жёбкий пул, ушами к праве яду. Ха-ду-ю-ду! Ха-ду-ю-ду! В моей квартире мало места, ведь там живёт моя невеста. 190 килограмм! Ещё в плитах и холодильник, шкаф, телевизор и будильник. Ну и, конечно же, диван. Ха-ду-ю-ду! Пахнет там шагом, но с Регину узнал. Культуры и спорта Красновой Валентине Юрьевне, а также дирекции региональной лиги КВН Подмосковья 2001 год. Команда Академии труда и социальных отношений выражает благодарность администрации Академии труда и социальных отношений и лично Шулусу Алексею Аполлинарьевичу, а также всем своим болельщикам. Спасибо! Последний музыкальный конкурс, последняя команда. Адиссо, пожалуйста. Опция «Семь слагаемых успехов» содержится в Чаплина. Ой, извините, в записках Чаплина. Именно ими решил воспользоваться Никита Михалков во время создания своего очередного шедевра. Так, там свет приглушил, да? Камеру поближе подвинул. Бегущая строка побежала. Отлично, бегущая строка. Ай, молодец. Игорь Сергеевич, я больше не собираюсь скрывать своих чувств. И хочу прямо здесь и сейчас. Чего сказать вам? Что вы самый гениальный режиссер? Ну что вы, что вы, что вы, милый? Я просто лучший из лучших из лучших. Ну я же сказал свет приглушить. А что у тебя с глазом? Ну приставал, как в старье. Прямо в глаз лепила Дарья. Ну да ладно, это не важно. Так, что нам нужно для того, чтобы снять гениальное кино? Актеры? Ай, иди отсюда. Нам нужен спонсор. Алло. Анна, это Яна. Ну все, Анна. Я предпочитаю миллион, А я возьму и позову ОМОН. И если мне поспалит капитан, Я крикну даже через океан. Ходи ко мне. Деньги кончились. Так, ну ладно, деньги мы достали. Ну откуда? Вам же спонсор отказал. Неужели... Шагал я паршивый. Все ворую, ворую. Ну, актеров ты как-нибудь сам наберешь. И так сбылась мечта идиота. Группа Тату наконец сошла с ума. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры делал DimaTorzok 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 Догорают уголечки Слез держать я не могу ДимаTorzok 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 Итак, пока интрига сохраняется, оценки за музыкальное задание Пожалуйста, первой выступала команда МГУ 3-2-4-3 Команда МГУ вторая была 3-3-4-3 Команда МГУ-ПП 3-3-3-3 Команда Ёперный театр 4-4-5-4 Команда Гуси 4-4-3-4 Команда Атисо 3-3-3-3 Итак, интрига по-прежнему сохраняется, потому как, возможно, там какие-то снятые баллы были за долгие выступления Жюри хочет что-нибудь сказать? У вас не спрашивают? Да, жюри скажут сейчас Всем добрый вечер Ну что сказать про игру? Просто шик На самом деле, мне очень понравились приветствия почти у всех команд Вот, разминка была, как всегда Гениальный стэм Команда МГУ Вот, и И супер пародия Команда Ёперный театр Музыгалки Вот, в принципе, все, что запомнилось От игры Единственный совет Команда МГУ И команде Ёперный театр Ребята, смеяться должен весь зал, а не первые два ряда От спорной команды МАМИ вам большое спасибо Ваня, молодцы Так, ну что ж, с оценками Итак, оценки за музыкальное задание и общий балл, пожалуйста Оценки за музыкальное задание Команда МГАУ 2,95 Команда МГУ МГУПП и АТИСО 3 балла ровно Команда МГУСИ 3,75 Команда МГУ Ёперный театр 4,25 Общий балл за 4 конкурса МГУПП С учетом странного времени МГУПП 1,5 АТИСО 12,15 МГАУ 13,95 МГУ 14,6 МГУСИ 14,5 И ВУЁ Обратиться в Оргкомитет Вам там покажут ваши минусы Если действительно таковые есть Насколько я понимаю из оценок Прошли дальше МГУ и Ёперный театр А у команды какая третья? А? В ГУСИ сохраняется шанс сыграть дополнительной игре Прошу, если есть вопросы, пожалуйста, подойдите Вам покажут время и все остальное Спасибо, до завтра МГУСИ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ГУСИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА